САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Председатель комиссии Вадим Михеев озвучил актуальную на данный момент информацию. Председатель комиссии Вадим Михеев озвучил актуальную на данный момент информацию. И завтра, когда к нам уже привезут, вы видите, здесь таблицы уже развешены, все территориальные комиссии, свои итоговые протоколы, мы подведем общий итог по Самарской области. Исполнили гражданский долг ради детей. Герои нашего следующего сюжета – родители участников СВО из Похвестневского района. Они проголосовали за кандидатов президента на дому. С ними пообщалась Екатерина Лесная. Татьяна Николаевна живет в селе Рысайкино Похвестневского района. Она мама той самой Юлии Березы, участница СВО, о которой вся страна узнала в прошлом году в ходе прямой линии президента России. Пентяенко говорит, не проголосовать не могла, ведь выборы главы государства – это важное событие в жизни страны. Татьяна Николаевна отдала свой голос за кандидата на дому. Я считаю, что это важно. Мы сами должны решать все. От нас много зависит. Поэтому я всегда не пропускаю. Дочь даже просила. Мы все, говорит, все военные, с кем она там проголосовали. Как мне ее поддерживать я могу. Единственное, что мне все хорошо, что мне здесь не заброшено, чтобы она спокойно себя чувствовала. Напомним, после обращения ее дочери на прямую линию президента губернатор Дмитрий Азаров связывался с Татьяной Николаевной. Узнал, какие вопросы волнуют женщину, спросил, в чем требуется помощь. Пенсионерка говорит, что сейчас ни в чем не нуждается и всю необходимую поддержку получает. А вот сестры-близнецы из старого Аманако Екатерина и Анна поучаствовали в выборах в особую для них дату. Проголосовали в свой день рождения. Они считают выборы делом очень личным, ведь они ради детей, участников спецоперации. Сын Анны защищает страну за ленточкой. Мама его поддерживает. Нам надо держаться как-то все вместе. Никакого вот этого, не надо нам ни предателей в России, не надо нам разделять общество. Мы должны быть вместе. Вот когда мы будем вместе, едины, вот тогда будет что-то. Екатерина тоже исполнила свой гражданский долг ради сыновей. Оба были на фронте, один героически погиб на СВО. После задания так у них получилось, что погибли бы четыре, но он прикрыл другой вертолет. Погибли они вдвоем. Хотя друзья остались живы. Они распитывались в такой семье патриотизма. И мы гордимся, что у нас такие дети. Мы их воспитали правильным путем. Пускай им Господь не дал долгую жизнь, но мы их воспитали правильно, надеюсь. Раз такое отношение к нам идет сейчас, значит мы все правильно делали. Я всегда говорил, давайте жить дружно, как кот Леопольд. Всегда вот они подросли. Всегда это помнили. Самое главное, что я вот своим здесь ученикам говорю, самое главное быть человеком, оставаться самим в свободе, уважать старших. Мемориальная доска Ивана Афанасьева установлена в школе, которую он окончил. Более того, на территорию учебного заведения ему поставили и памятник. Средства на его воздвижение собирали ученики и преподаватели школы. Юлия Клюнова, Екатерина Лесная, Сергей Костин. Новости губернии. На протяжении трех дней за ходом выборов внимательно следили представители гражданского общества. От Центра общественного наблюдения за ходом выборов президент Российской Федерации в Самарской области, куда в режиме онлайн стекалась информация практически со всех избирательных участков. О работе Центра и его гостях Николай Козлов. На территории Самарской области в дни выборов функционировала 1751 постоянная участковая избирательная комиссия и еще 16 временных. 954 были оснащены системами видеонаблюдения, данные из которых непрерывно стекались в Центр общественного наблюдения за выборами. За всем происходящим на земле внимательно следили глаза молодых. И для меня, конечно, большая радость сегодня увидеть в Центре общественного наблюдения такое количество молодежи, которые неравнодушны к будущему нашей страны, которые следят за чистотой и прозрачностью основного нашего избирательного процесса – выбора президента Российской Федерации. Центр неоднократно становился и своеобразной медиаплощадкой для общения. Доброе утро всем. И я приветствую вас, уважаемые международные наблюдатели, в одном из лучших регионов Российской Федерации Самарской области. Из Центра общественного наблюдения международные эксперты и наблюдатели в режиме онлайн могли связаться и с Советом Федерации, и с координаторами общественного наблюдения за выборами муниципалитета, задать все интересующие вопросы. По мнению зарубежных экспертов, у нас есть чему поучиться. Процесс прозрачный, стабильный, открытый, надежный. Я не знаю, как улучшиться. Это должен быть пример мира. Я думаю, что это очень важно для Стива, для меня, быть здесь, чтобы смотреть, наблюдать и сообщить обратно США, что мы видели. Потому что, когда я вижу систему, которая, я думаю, лучше, я хочу сообщить моим. Я считаю, что чем больше экспертов из разных сфер убедиться в том, что система наблюдения действительно работает, то есть тем более легитимными люди будут считать выборы и саму систему подсчета голосов. Николай Козлов, Сергей Костин, Новости губернии. Фиксировались ли в регионе жалобы и нарушения во время голосования? Об этом нам рассказали члены штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента в Самарской области. Оценивается очень положительная явка, несмотря на то, что традиционно, когда выборы проводятся в три дня, как мы знаем, этот опыт уже несколько лет существует, традиционно первые и третьи дни, скажем так, являются более весомыми по явке, но второй день тоже показывает активность избирателей. Значимых нарушений нет, но были отдельные попытки, например, пожаловаться на принуждение избирателей к голосованию, в частности по вузам, якобы студентов направляет принудительно, но эта информация не подтверждена, если брать юридический аспект, вообще нет никаких доказательств. В рамках агитации, естественно, руководство высших учебных заведений, они проводили такую работу, призывали студентов прийти на избирательные участки и выразить свой голос на выборах, но принудительно таких фактов нет. Каких-либо существенных замечаний не поступало, но было несколько замечаний, вот для конкретики, скажем, например, над одном из избирательных участков один из наблюдателей пожаловался, что ему якобы не дают осматривать урну для голосования. Но на самом деле урны для голосования по закону осматриваются, в том числе и наблюдателями, утром при опечатывании, опломбировании, чтобы убедиться, что они пусты. Но так как все урны прозрачные, то убедиться в этом очень легко. А в течение дня увидеть, что опломбировка или опечатание урна не нарушено, ну, можно из своего места, потому что там не сорваны пломбы, не болтаются они. Поэтому, в общем-то, жалоба была ни о чем. Или другой случай, когда, ну, так скажем, пожаловался один из наблюдателей о том, что якобы не были прошиты книги списка избирателей. Ну, во-первых, хочу сказать, это самое, так скажем, радостное, что жалоба не подтвердилась. Книги прошиты, опечатаны, все в соответствии с законом. В целом радует то, что нас минула чаша, которая вот по СМИ следим в некоторых других регионах, были более неприятные случаи. У нас такого не наблюдалось. В Самарской области работали и международные наблюдатели. В третий и завершающий день президентских выборов представители Республики Казахстан посетили один из избирательных участков на территории Октябрьского района Самары. Они ознакомились с процедурой открытия пункта, осмотрели помещение и оборудование для голосования. Задача иностранных делегатов – наблюдение за избирательным процессом, оценка прозрачности и открытости голосования. Мы наслышаны очень много хорошего. Самара, как космический город называется, да. И также мы вчера были в нескольких местах, посетили площадь, увидели хорошие некоторые места, достопримечательные города. Надеюсь, еще увидим сегодня. На территории региона продолжают работать международные эксперты. Они наблюдают за ходом выборов. Большинство из них в Самарской области впервые. Елисавета Камбурова из Болгарии посетила Иверский женский монастырь, где находится Самарское знамя. Точная копия того, что в 1876 году было вышито монахинями Иверского монастыря. Здесь, в золотошвейной мастерской, в помощь братьям-болгарам во время освободительной войны за свободу братьев-славян. Инициатором его создания тогда, почти 150 лет назад, стал Петр Алабин. Сегодня Самарское знамя – символ дружбы и единения двух народов. Это подчеркнуло и гости из Болгарии. Самарское знамя – это святение наше. Оно помогло нам в очень-очень трудное время. И мне… Да, это, конечно, Алабин, кто дал приказ его выживать, но он не дал приказ любить болгар. А сестры, которые этого делали, делали знамя от своего сердца. Если у человека нет прошлое, у него нет будущее. Значит, если мы не будем хранить память о том, что с нами было… Мы не люди. Люди… А чем отличаются люди от животных? О памяти. В чем сила? Помните, что на это ответил персонаж известного отечественного фильма «Сила в правде». Поезд под таким названием совершил остановку на вокзале Самары. Столица региона стала одним из пунктов большого маршрута, который прилегает через всю страну. В поезде разместилась масштабная экспозиция, которая демонстрирует величие Красной Армии и повествует о современных событиях в зоне проведения СВО. На вокзал Самары прибывает непростой состав. Тематический поезд «Сила в правде». Он запущен в рамках одноименной акции Министерства обороны России. Главная цель – борьба с попытками фальсификации истории. В девяти вагонах экспозиции, которые рассказывают о мужестве и героизме российских военных и вооружении со времен Великой Отечественной до сегодняшнего дня. Здесь можно увидеть, например, 3D-принтер, с помощью которого наши специалисты создают новые типы беспилотников. Особая гордость экспозиции – платформы с боевыми машинами. Тут и наши, и трофейные. Как, например, боевая машина пехоты «Брэдли». Этот 34-тонный монстр американского производства был захвачен у противника на Авдеевском направлении в ноябре 2023 года. Выставка наглядно показывает, что наша техника и вооружение, вопреки мифам, ничуть не уступает противнику, а наоборот, даже превосходит. Мы видим интерес, внимание и восторг. Восторг от увиденного. То, что наш военно-промышленный комплекс не стоит на месте, развивается и обеспечивает ВОСКА таким оружием, которое принесет именно победу нам. Огромный поезд-музей отправился в путешествие по стране 23 февраля с Киевского вокзала Москвы. Он совершит остановки почти в семи десятках регионов России, охватив 75 населенных пунктов. Самара – это 25-й по счету стоянка на маршруте. На перроне состав встретили горожане, участники военно-патриотических объединений и юнормейцы. Уже нас посетило более 150 тысяч, и это в основном молодежь. Товарищи юнормейцы, обращаюсь к вам. Сегодня этот поезд везет сердца таких же молодых, энергичных, любящих свою страну, ребят 25 регионов. И я уверен, что и частица вашей самарской энергии дальше пойдет по всем городам и населенным пунктам нашей большой страны. В Самарской области акцию провели при поддержке правительства региона. Я бы хотел от имени нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова передать всем вам слова благодарности за то, что вы сохраняете эту связь с поколением. Именно в этом и есть ваш вклад в дело нашей великой победы, за которой сейчас там наши друзья, братья, отцы защищают нашу свободу. Я благодарен руководителям и участникам, организаторам данной акции. Сегодня мои подчиненные, ваши друзья, товарищи продолжают бить врага на линии фронта. Я хочу передать от них слова благодарности тем, кто чтит память наших ветеранов, наших предков, наших побед. Также на перроне у особого поезда наградили жителей региона, которые внесли весомый вклад в поддержку нашей армии и участников специальной военной операции. А затем перед собравшимися выступил бравый самарский коллектив, государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки». Экспозицию тематического поезда «Сила в правде» в Самаре увидели более 13 тысяч человек. Проехав через всю страну и преодолев маршрут в 34 тысячи километров от Москвы до Владивостока, состав вернется в столицу 8 мая, в канун Дня Победы. Сергей Сергеев, Константин Макаревич, Новости губернии. Народные забавы на свежем воздухе, ярмарки мастеров, красочные фотозоны и вкусные угощения. Сегодня последний день Масленичной недели. Где блины, тут и мы, решила моя коллега Анна Попова и отправилась на праздничное гуляние. Мы находимся на площади перед Тольяттинским театром «Колесо». В честь завершения Масленичной недели здесь решили провести большой праздник, который так и назвали «Мега-масленица». Что это за народная забава, расскажите? На Масленицу принято играть в разные игры и забавы. Мы предлагаем сегодня подвижную игру, которая называется «Заря-зареница». А давайте вы тоже поучаствуйте в нашей Масленичной викторине. С большим удовольствием. Сколько дней длится праздник Масленицы? Неделю, семь дней. Каким блюдом принято угощаться в Масленичную неделю? Ну, это, конечно, блинами. А из какого материала обычно изготавливают чучело на Масленицу? Материал. Ну, наверное, сено, солома. Да, и солома. Очень классная фотозона сегодня на площади. Тоже хочу сфотографироваться. Можете меня сфотографировать? Да, конечно. Спасибо. О, прекрасно! Выставка мастеров «Золотые руки» поражает воображение. Расскажите, пожалуйста, о своих куклах. Ну, что рассказать? Я делаю их из ваты. Клей, стерклей, крахмал картофельный. В общем, с блинами кукла, с подарками, с цветами. Она масленица, масленица, вот. Обереги тоже традиционные, они без лица, и это традиционные. Каждая кукла что-то значит. Чем вы сегодня угощаете гостей? Сегодня у нас замечательная солдатская каша. Вы не представляете. Самое главное, что вы видите, какие котелки-то у нас солдатские. Кухня-то полевая. Вот, помимо нас каши, есть замечательный сладкий чай. А хлеб, какой вы не представляете, специально пекли для масленицы. Главный атрибут любой масленицы – это, конечно, блины. Куда без них. Это площадка спортивного клуба «Мегалада». Что вы предлагаете тольяттинцам? Мы сегодня приехали показать жителям города Тольятти, что такое спидвей. Привезли два мотоцикла. Один гариус, спидвей, на него выступает летом. Второй – для мотогонок на льду. Как мы видим, он с шипованных колесах. Ездит только зимой по льду. Насколько вы, ваша семья, любит праздник масленица? Очень любим, потому что весенний, после него начинается настоящая весна. И настроение сразу, уже чтобы все, зима закончилась, солнышко, все будет хорошо, все будет тепло. Детей нужно приучать к соблюдению традиций, с которыми мы сами росли. И в своем детстве также выступали и гуляли на площади. Большой концерт, народные игры, настоящая русская ярмарка и, конечно, горячие блины. Это действительно получилась мега-масленица. И мы тоже зарядились весенним солнечным настроением. Анна Попова, Андрей Алексеев, Новости губернии. Ну а прямо сейчас на телеканале «Губерния» стартует специальный прямой эфир «Россия. Выбор будущего». Представители избиркома озвучат самые свежие цифры. Общественники расскажут, были ли соблюдены все тонкости законодательства. Своими впечатлениями поделятся и доверенные лица кандидатов. Передаю слово Александру Кобыльскову. Редактор субтитров А.Семкин